В 18 часов закрылись двери Центральной избирательной комиссии для тех, кто намеревался подать избирательный список для участия в парламентских выборах. Хотя вряд ли какая-то политическая сила могла позволить себе опоздать с подачи документов, дело это серьезное и к этой процедуре, как правило, серьезные политики готовятся заранее. О том, что представляет собой нынешний состав претендентов на парламентские кресла и какими будут особенности при выборах в 12-й СССР, выяснял Центральной избирательной комиссии наш корреспондент Юрий Родин. Всего на выборы в СССР им подано 13 избирательных списков чертова дюжина. Хотя председателя Центра избиркома этот факт не смущает, он не суеверный. 13 списков было в 2011 году, 13 списков было в 2010 году. 13 списков это больше чем 12. И суть, по-моему, не в количестве списков и даже не в количестве кандидатов, хотя это, конечно, показатель, сколько людей готовы брать на себя ответственность. Не знаю, все ли смогут потом его вынести, но я считаю, что чем больше в обществе людей, которые готовы брать на себя ответственность в качестве законодателя, тем лучше. Таких людей в избиркоме сейчас зарегистрировано 1156 и представляют они следующие политические силы. Суверенитет, Социал-демократическая партия Согласия, партия Единства, Национальное объединение Весу Латвии и Тевзеной, Онбревиевой ЛННК, Союз Зеленых Крестьян, Русский Союз Латвии, политическая партия Рост, От Сердца Латвии, партия Единая для Латвии, Развитие Латвии, Объединение Регионов Латвии, Новая Консервативная партия. Сегодня незадолго до 6 часов вечера последние списки своих кандидатов в Центризбирком представила партия Свобода. Особенностью нынешних выборов является то, что в избирательных списках много политиков-ветеранов, которые вновь пытаются вернуться на политическую арену, но уже в составе других партий. Это, например, Юрий Свидинч, Александр Кирштейнц, Арвиц Улм, бывшие премьеры Иварс Годманис, Айгар Скалвитис и Эйнас Репше, бывший вице-премьер Айнас Шлессерс и бывшие министры Янис Юрканс, Карл Шадурский, Смарек Сегленч, Эдгар Заунц и другие. Есть и такие, кто бессменно заседает в Сейме уже несколько созывов. Дзинтерс Расныч, Андрей Клементьев, Ая Барча, Солвит Аволт, Иняугус Бригманис, Янис Стразденч. Безусловным долгожителем-рекордсменом является Янис Урбанович. Его депутатский стаж 21 год. Большинство из заявленных кандидатов имеют постоянную работу, но есть и 25 безработных. Самому старшему кандидату 80 лет, самому молодому 21. 65% кандидатов латыши, 7% русские, но при этом 24% кандидатов вообще не указали свою национальность. Для избирателей определенную трудность будет представлять наличие однофамильцев в разных списках. 5 Лепеньши, 2 Лепени, 4 Васильева. Придется быть внимательными. Как придется быть внимательными и с выбором бюллетеней. Предполагается, что завтра Центр избирком утвердит представленные списки, а в пятницу состоится жеребьевка, которая определит, чей бюллетень будет лежать наверху стопки бюллетеней на избирательном участке, а чей внизу. Жеребьевка предусмотрена законом. Кандидаты в списке принимают участие в жеребьевке, получают номера. Избирательные бюллетни на участках будут сортированы в таком же порядке, как в жеребьевке. А нижний будет с номером 13. Но на выборах не до суеверий. Главное найти и опустить в урну желаемый список. Приближающиеся выборы в Сейм, в отличие от предыдущих, внеочередных, будут очередными. Депутатов собирают на 4 года. Впрочем, от такой частой смены депутатского корпуса, по словам председателя Центра избиркома, урон минимальный. Выборы Сейма в Латвии одни из самых дешевых в Европе. Они обойдутся около 2 евро на избирателя. В то время как в развитых странах Европы это около 10 евро.